Особое внимание правительствам Тверской области уделяется духовному воспитанию, в том числе и подрастающего поколения. Православные святыни истории способствовали единению нашего народа, поднятию его духа и утверждению в обществе нравственных идеалов. 24 июня в Тверской области пройдут торжества в честь 450-летия перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторского. Имя этого святого имеет особое значение для Верхневолжья, ведь именно он в XI веке создал знаменитый Борисоглебский монастырь в Торжке. 7 апреля губернатор Игорь Руденя, митрополит Верско-Кашинский Амбросий провели заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию знаковой даты. Ефрем Новоторский прибыл на Русь из Венгрии и многое сделал для укрепления православной веры в Тверской области. Благодаря святому в Верхневолжье появился первый на Руси монастырь Борисоглебский, один из древнейших российских православных монастырей. Скончался преподобный Ефрем в глубокой старости. Его тело было погребено в устроенном им монастыре, а в гроб, согласно его завещанию, была положена голова его брата, святого Георгия. Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторского совершено в 1572 году архиепископом Новгородским Леонидом. Местонахождение мощей преподобного сейчас неизвестно. Брата услужил под началом святого благоверного князя Ростовского, страстотерца Бориса, прославлен в соборе Тверских, Новгородских и Смоленских святых. И этот факт дает вообще представление о личности преподобного Ефрема Новоторского. Главным событием торжества станет 23-й Волжский крестный ход, который пройдет по традиционному маршруту. От истока Волги до города Калязина. С 4 по 23 июня. Он охватит территории 16 муниципальных образований Верхней Волжи и город Дубна Московской области. Напомним, что в прошлом году в Тверской области отметили 500-летие обретения мощей Макария Калязинского. Действительно, прошлый год показал, что на высочайшем уровне нашей области могут проходить такого рода события, которые привлекают много людей, не только жителей нашей области, но и паломников. И в том числе в других епархиях, в других областях, регионах узнают о наших святых. А 24 июня в Торжке запланирован крестный ход от Михайло-Архангельской церкви до Борисоглебского монастыря, где пройдет божественная литургия. Продолжение следует...